Друзья мои, добрый вечер. Таможня дала добро, и поэтому я начинаю с этого мероприятия, которое заявлено как лекцией. Но лекция, вот эти рамки мне достаточно узкие. Наверное, это будет беседа. Я привез несколько, три небольших слайд фильма. Множество слайдов покажу, расскажу о нашей работе, о наших подходах. И затрону, вот я перед этой встречей пролистал книгу отзывов. То есть часто непонятки, что это представлено, что за кунсткамера тут находится. Это медицина, парамедицинская, так сказать, какая-то стенография, либо художественное произведение. И свое мнение выражу по этому поводу. Во-первых, разрешите представиться, я из такого маленького города, но очень интересного, Ярославль. Я психиатр, психотерапевт, специалист, значит, душепевт, да, там, душиатр. Вот. Где-то 30 лет назад я очень заинтересовался подобной экспрессией, психопатологической экспрессией, стал собирать. Поэтому есть некоторые коллекции, есть даже некоторые взгляды, попытка взглянуть, разобраться, что же из себя представляют вот данные работы. Динамика моей эволюции, моей карьеры такова, что я отошел вот чисто психопатологической экспрессией. Сейчас находится в коллекции работы многих наивных художников, художников современных. Но везде, вот в каждом произведении, каждый видит что-то свое, арт-терапевт свое, психиатр свое. Я ищу некий такой градус безумия. И поэтому, так сказать, я даже поделюсь некоторыми линейками, некоторыми измерительными вещами, представлениями, которые родились у нашего коллектива единомышленников, что же такое искусство аутсайдеров. Итак, заявлена лекция «Искусство как арт-терапия» можно заменить, вот мне понравилось слово, увлечение творчеством. Я скажу из романтических позиций, что любой творческий акт, который бы мы с вами ни делали, оно все равно несет какие-то позитивные моменты. Кстати, я буду стараться избегать тоже некой терминологии художник, но я все-таки не специалист, я буду говорить автор, автор произведения, вот как в своей, так сказать, клинике есть такой термин автор беременности. А почему бы нет? Это все творческие акты. Я также не буду стараться применять слово безумие, потому что безумие – это очень устаревший термин, это его применяют гуманитарии, не специалисты. У нас есть своя терминология. Поспорю, что любой художник почему-то безумный, как раз нет, и буду использовать термин «психиатрический опыт», потому что любой опыт, который у нас есть, а психиатрический опыт просто напрочь в ряде случаев меняет мировоззрение человека и его творческое мастерство, оно действительно обогащает. Я исхожу из того, что это очень и очень интересно. Итак, где-то вот 30 лет назад, работая с историей болезни, история болезни раньше называлась «листы скорби», вот мы нашли некое собрание работ, которые обозначили термином «иные». Вот видите, Джеймс Бретт использует музей всего. Наверное, интересный термин. Был в Москве такой музей творчества уцайдеров, там потустороннее искусство. Наверное, тоже. Но вот каждый, видимо, изобретает нечто, свой салат из тех же овощей, которые представлены на этой выставке. Но нам нравится термин «иные», потому что «иные» не несет вот такого дискомнационного момента. Оно где-то не определяет какую-то канву, там ниже плинтуса, выше плинтуса, как должно рассматриваться данное творчество. Мы пытались проводить первые выставки. К сегодняшнему моменту у нас 70 выставок участвуем, и мы участвуем, заявлено. И вот в этой выставке первые, так сказать, людей, у которых я нашел взаимопонимание, оказались не искусствоведы. Искусствоведы, они с 60-х годов одолели такую категорию наивного искусства, очень с опаской, а не заразны ли то, что ты приносишь, относились к психопатологической экспрессии. И первые, так сказать, шаги по реабилитации подобного творчества в нашей стране я нашел как раз у философов в МГУ, и нам удалось провести четыре таких большущих российских симпозиума. Вот есть такая организация СИПЛЭ чуть позже. А сейчас скажу, это стало уже общеизвестным фактом, поэтому аутсайдерское искусство где-то это синоним наивному искусству. И в нашей стране уже в Москве проводят, вот сейчас в ноябре месяце будет проводить четвертый фестиваль наивного и аутсайдерского искусства в галерее Беляева. И вот для меня, моим как бы учителем и моим человеком, большой приятельницей, приятным во всех отношениях с женщиной и великолепным искусствоведом, это, конечно, явилась Ксения Георгиевна Богемская. Это автор, которая вот писала книги, к сожалению, она ушла из этой жизни, писала книги, статьи, пропагандировала данное искусство. Удалось создать, помимо вот коллекции, которые где-то 500 произведений, удалось создать даже клуб вот такой изотеры, куда раз в неделю приходят чудаки со всего города и из других близлежащих земель. И вот моя профессия мне позволяет как бы проследить лабораторию вот этого творческого, творческой кухни, как рождаются вот эти подобные произведения. Вот в Петербурге мы создали фонд и, так сказать, термин-то outsider art, это понятно, outside, это вне, вне как бы культурных традиций, вне, возможно, психического здоровья, вне какого-то социального, общепринятого, банального опыта. И мы пытались его ввести вот в положение inside, сделать привычным. И то, что вот сегодня в гараже происходит, это как раз очень близко по теме. И, так сказать, мы пропагандируем. Мы не призываем любить данное искусство, но мы пытаемся разъяснить, что же это такое, чем оно интересно. Ну, вот и на моей капелле существует такой небольшой музей подобного искусства, но это, конечно, масштаб в стенах клиники. Интересно, сейчас психиатрия меняется, сейчас она выходит за пределы, и интересно показать это вне, вне каких-то узкопрофессиональных интересов. Вот понятие инаковости, понятие не от мира сего человек, и на странец, и на бытие, там, с каких-то земель, с лун, свалившихся до нас, давно интересовало. Вот что же это такое? И мы пытались найти первые какие-то моменты, которые могли бы нам подсказать, ну, навести нас, по крайней мере, поставить на рельсы, что не мы изобретаем нечто такое, а это было всегда в нашей жизни, но не всегда мы обращали на это внимание. И вот первый момент, вот когда дерзкая апелляция, глупость и безумие, это где-то XI-XII век, только у нас, в стране после Византии, вот расцветает подобное явление юродивых, это созвучно словам уродства, вот убогих, приближенных к Богу. Но в данном случае я не хочу, чтобы, так сказать, какими-то грязными, может быть, не очень чистыми руками психиатра просматривался, просматривался вот этот контекст. Я не использую терминов психиатрический опыт и другие какие-то вещи, но вот такие маргинальные явления в культуре, они были всегда и поражалось, что, так сказать, достаточно толерантное отношение было у населения данным людям. Вот теперь уже по поводу арт-терапии. Вы представляете, что арт-терапия – это лечение человеками произведениями искусства. Происходит лечение такой экспрессивный вариант, когда человек сам рисует, когда человек творит. А есть импрессивный вариант, когда человеку дают какие-то произведения, он погружается в комнату с этими работами, есть даже музейная арт-терапия в Санкт-Петербурге, происходит беседа, человек успокаивается, отвлекается, сопоставляет границы своего психиатрического опыта, своего горя и той гармонии, которая происходит в жизни, и как бы лечится. И вот я все-таки так занудливо пытался найти первый образец арт-терапии, где можно к нему пощупать, потрогать. У нас в стране очень сильная арт-терапевтическая ассоциация в Санкт-Петербурге под руководством Александра Копытина. Но, к сожалению, там очень часто у нас только ретранслируется зарубежный опыт. А вот у них, а там еще что-то. Хочется найти свои корни. Вот первые корни я нашел в Ярославской губернии, нашел первый список, который сейчас является общепризнанным в нашей стране. Вот икона Богоматери «Прибавление ума». Здесь написана, так сказать, та легенда, которая позволила художнику, так сказать, воспроизведя вот это видение, которое его одолевали, и легенда говорит, что он вернулся в свой ум, он прозрел. Ну, теперь вот эти иконы «Прибавление», «Подательница», «Ключ разумение», так сказать, очень популярны у студентов, у школьников, так сказать, я у себя дома на письменном столе их выставляю. Думаю, это получше поможет, чем на тропил какой-нибудь и прочее, прочее. Вот попытка была найти, сейчас существуют уже книги, откуда пришел нам такой образ, это все-таки итальянская модель, но вот такое духовное столкование глубинное это все-таки получил в Московской Руси, и, так сказать, об этом мы должны помнить. Ну, и хвастуюсь еще раз в городе Тутаев или Романов Борисов в Глебске Ярославской области находится самый первый образ подобной иконы. Эту икону на наших занятиях по арт-терапии наши клиенты, которые приходят в наш клуб, неоднократно рисуют, мы вот обсуждаем, и, так сказать, это приносит некое облегчение нашим больным. Вот подобное творчество, которое выполняется где-то на листочках бумаги, на листочках картона, там, коробках из-под конфеты, из-под обуви, оно, конечно, теряется, и где вы сейчас найдете работы, там, 40-х, 50-х годов, кто будет их хранить? Профессиональные художники, к сожалению, несут громадные потери из-за вот этого проблемы старения, и в архитектуре, конечно, они сохраняются гораздо дольше, и вот, так сказать, во всем мире признанным образцом вот такой брутальной продукции арт-блюд является идеальный или совершенно дворец почтальона Шеваля. Был во Франции, на севере Франции такой чудак, который разносил почту, часто спотыкался о камне, которым усеяна местность, которую надо было преодолеть, и вдруг он поразился, какой красоты невиданной бывают камни, это же море без образования создало такую красоту, почему не я, тоже не могу сделать. И вот этот почтальон Шеваля на своей тачке, на которой приносил он письма, он стал таскать себе в огородик, я уж не знаю, это 6 соток, 8 соток, сколько-то, и за 33 года, как наш любимый Илья Муромец, он срубил вот такой, вот такой, небывалый дворец, вот размеры 26-14 на 10 метров, вот поразитесь вот этим масштабом, односельчане крутили у виска, так сказать, пальцем, но пришли к выводу, что, так сказать, тихое помешательство это не заразно, оставили его в покое, я опять не хочу трогать, вот биологическими какими-то вот рамками, больной он, здоровый, неинтересно, вот неинтересно, вот когда с микрофоном берут интервью и спрашивают, вот скажите, кто вас лучше рисует шизофрения с эпилепсией, я говорю, девушка-журналист, по-моему, вот такие, как вы, вот, наверное, вот с холециститом, там, с эндометрией, там, вот такие вот очень дотошные, интересные получаются, ну, нельзя, нельзя отмеривать, вот, это искусство через, через биологическое какое-то русло, не может быть искусство, там, страдающих, там, болезнью коленки, искусство онкологических больных, хотя биологические подходы когда-то и бывают, вы знаете, есть музыка для мальчиков-кастратов, есть театры для глухонемых, есть там творчество художниц, там, лесбиянок, там, пожалуйста, то есть биология, она все равно каким-то образом проистекает, и вот здесь, вот, мы увлекаемся тем искусством, которое, в котором вот этот психиатрический опыт, он все-таки, повторяю, не обворовывает, а он обогащает человека, и где-то в, по-моему, в 30-х годах, Андрей Бретон, когда, так сказать, родоначалик сериализма, это врач, который так и недополучил психиатрического образования, он увидел вот эту красоту, он обратился в Министерство культуры Франции, сейчас это является общепризнанным таким посещаемым музеем. Теперь опять немножко от Франции, вот, в психиатрии у нас произошла первая такая большая громадная революция, это в годы Великой Французской революции, когда вот врач Филипп Пинель в больнице Сальпетриер снял оковы с душевно больных, раньше их ведь содержали, вот это меры были стеснение, а вот стеснение, глумление над данными больными, он впервые сумасшедшего ввел в ранг просто больного, и оказался этот режим позитивный, люди, наоборот, стали тише, спокойней, и вот, так сказать, я очень, и мои коллеги, мы гордимся, что произошел первый вот такой революционный момент, сейчас мы поддерживаем эти традиции, но я горжусь тем, что моя вот больница, одна из самых старейших на постсоветском пространстве, и чуть-чуть пораньше была создана, чем произошла Великая Революция. И вот сейчас этот слайдик возможен для, больше для врачей, но я его популярно рассказываю, что основной метод лечения, вторая, третья революция психиатрии, вторая это была Зигмунд Фройд, третья революция это фармакотерапия, и если фармакотерапия после войны мы начали применять для снижения риска, там, вот агрессивного поведения, потом для лечения вне больницы, это очень важный момент, наши таблетки помогают человека интегрировать в общество, и поэтому, так сказать, снимать вот это буйное помешательство, превратить в более какие-то хронические спокойные формы, и это люди живут среди нас. Среди нас, то теперь в 21 веке основным нашим приоритетом является мишенью качества жизни. Тебе хорошо со своими галлюцинациями, и живи, тебе хорошо со своим вредом, и живи, уже никаких психиатров не надо, я дальше продемонстрирую на слайдах. Вот слева, как бы, на сцене МХАТа поставлена Четовская палата номер 6, а здесь мы такой фотоперформанс сделали, вот мне не очень удобно показывать, но вот я с удовольствием примерил больничный халатик вместе со своим коллегой, и, так сказать, те люди с психиатрическим опытом, которые посещают наши занятия в клубе, они одели белый халат, им даже больше идет, чем нам, и я даже вспомнил шутку, в нашей больнице кто первый халат оденет, тот и врач, поэтому, понимаете, врачи могут заболеть, да, конечно, заболеют, и алкоголизм, и шизофрения, и прочее, прочее. Пациент, клиент, может поправиться, несомненно, поэтому, так сказать, вот эта трансформация переходов, и как к современному искусству, тут каких-то особых границ не должно быть. С особым пенитетом я отношусь, вот опять к отечественным фамилиям, и был такой Павел Иванович Карпов, москвич, который вот в 24-м году, это сложные годы, когда только-только установилось наше советское государство, работал в Российской академии художественных наук, раньше в государственной, это опять же в Москве, она просуществовала меньше 10 лет, и он по рекомендации, по наставлениям, по планам, разработанным Василием Кандинским, вот организовал лабораторию по изучению подобного творчества, и даже издал вот такую раритетную книгу «Творчество душевно больных». Вот я ей бесконечно восхищаюсь, пишу аннотации, ее же можно в интернете свободно найти. То есть я хочу сказать, что при изучении подобного искусства мы не шли где-то в конце Запада что-то, мы развивались параллельно, и даже революционные события не позволили, так сказать, нам искусство продвинуться в изучении маргинальных искусств, в изучении художественного примитива. И вот будучи молодым врачом, мне хотелось представить, а что же видят душевно больные, какие они картинки осознают, что рисуют. И вот я начал собирать, и вот где-то 1961 год нашел, так сказать, первые работы художника-профессионала, который описывает вот такие расстройства, когда голова превращается в громадный сосуд, или же становится по типу какой-то сумки. Вот, пожалуйста, попытки реалистическими, классическими методами, которые сложились со времен Возрождения, передать тот ужас, те метаморфозы, которые происходят у него в организме, в душе. Вот другое, вот я считаю, что это самый старый художник, как бы вот, который, это первое прообраз, это не брют, это не искусство брют, это вот как раз стенограмма болезненных переживаний. Но вот Михаил Пауле, он нарисовал как бы реалистическими способами, нарисовал тех химер, которые одолевают его демонических тварей, которые, так сказать, вызывают его духовные переживания. И вот где-то, по-моему, года полтора назад Пушкинское музее посетил Уильяма Блейка, была прекрасная выставка, и мы видим опять вот эти устрашающие образы, которые вот домогаются, которые тревожат этого человека, этих людей. Это искусство можно назвать и фантастическим, и фантазийным. Есть визионерское искусство, вижон, это вот такие представления, вот такие образы, которые, ну, чаще всего неприятны. Поэтому болезнь – это когда ты страдаешь, это когда тебе неприятно. И вот просто как вот моментики, я их коллекционировал, задумывался. Теперь вот мексиканка Фрида Кало, здесь нет никакого психиатрического опыта, здесь страшный хирургический, травматический опыт. Девушка, страдающая полиомилитом, 18 лет, попала в ДТП, 18, опять же, переломов, в том числе и позвоночника. И вот, так сказать, она продемонстрировала нам творчество, мужество вопреки страданию, где подала, где изобразила, проецировала на своих живописных работах вот те страдания, которые она практически там ежесуточно испытывала в своих корсетах, бинтах или прочее-прочее. То есть вот, ну, в конце концов, художница и получила признание. Вот, то есть для меня, вот у Фрида Кало, я учился вот вопросом аутотерапии, самоисцелению. Потому что слово исцеление, давайте все-таки выделим корень, это цель. Когда у человека есть цель в жизни, для чего, куда стать художником, то, так сказать, уже отлетают вопросы, как это сделать, и еще, и, так сказать, мы теперь любуемся этой художницей. Основной герой нашей коллекции – это Александр Павлович Лобанов. Я о нем немножко попозже расскажу. Вот первые снимки, когда мы с ним познакомились, он давал свои работы. И, так сказать, вот мне всегда нравится теперь. На сегодняшний день произведено уже шесть персональных, только персональных выставок Александра Павловича Лобанова. Вот удалось в городе Париже издать книжку на двух языках, так сказать, посвященному этому великому художнику, который представлен в гараже. Ну и любой зарубежный автор, так сказать, пытается, любой куратор показать, что он открыл нам глаза, он сделал. Вот я не хотел бы, наоборот, сказать нет. Вы знаете, все-таки и мы в России первые увидели необычность этого автора, самобытность. И вот доктор в белом халате, доктор Шостаков как раз, вот явился его другом. И как раз благодаря ему мы смогли, мы и сегодня можем наблюдать, разбирать и трактовать вот этого великого художника. У него остались не только картины, у него остались и фотографии, и вот эти парадные фотографии, которые разложены, они своеобразные визитки, может быть, свидетельства вот такого фантазийного мира, что все по-настоящему. И я вот, он считал себя не художником. Наши авторы-творцы считают себя только вот изобретателями чаще всего. Вот. Где-то в 97-м году удалось показать его уже на престижной выставке современного искусства документа. 10 на юбилейной дальнейшей работы. Но вы это можете увидеть, повторно посетив выставочный зал, и я чуть позже к нему обращусь. А сейчас бы я хотел опять вернуться к основной теме арт-терапии, увеличением творчеством. У меня есть такая приятельница, которая где-то в 45 лет, вот в такой замечательный период, расцвела и после сеансов Кашпировского начала рисовать какие-то вещи. Более того, она почувствовала, она услышала голоса. Вот, ну, для психиатров, для коллег это однозначно есть термин такой галлюцинации. Но, так сказать, в библейских трактовках, в культурологическом контексте мы вкладываем и другой смысл голосов. Поэтому, опять же, призываю не биологизировать, не патологизировать вот эти расстройства. Но, так сказать, она услышала голос своего небесного отца, который сказал, что Катя, ее зовут Катерина, ты будешь, ты моя дочь. Если ты обучишь землян жить, как я тебе советую, то мы их, я заберу тебя на летающей тарелке, свой космический коммунизм. И вот Катерина шесть лет не выходит из дома. Шесть лет продает из дома чашки, вилки, продает телевизор, там, телефоны, потому что не нужно. И она ведет просто графики. Ее седьмого ноября должны забрать, седьмого тарелка не прилетает, значит, первого мая прилетят. Значит, девятого мая она все переписывает. Но никто так и не приходит. Вот я пришел на помощь, причем познакомился не как носитель белого халата, а как человек, который восхищается подобным творчеством. И даже мы тут решили бедственное положение. Вот, понимаете, если делать все по-банальному, как по законам, которые в нашем цехе, то ее надо увозить, ее надо промывать. И что же человек лишится вот этой сказки? Вообще слово болезнь, люди видят от слова как бы боль. А здесь боли нет, здесь сказка, здесь миф, здесь это радость. Она живет, она чувствует себя вот такой фантастической фигурой. Ну и поэтому я взял небольшой грех на душу, так сказать, я предложил обмануть этих психиатров. Мы поговорили с ее небесным отцом для того, чтобы дать группу инвалидности и выбрали с ней такой диагноз шлюзофрения. Потому что она сказала, что у меня голова как шлюзы открыты для общения с космосом, и я могу переносить ту или иную информацию. Вот фантастические клеенки по 5-6 метров, которые представлены в выставочном зале, принадлежит работе Катюши. Она творит как ауцидер, вот эта громадная клеенка, у нее квартира не позволяет, комнатка расстелить ее, нарисовать. Она вот на своем кухонном столике отворачивает по метру, рисует, скручивает, дальше рисует, дальше рисует. И вот таким образом набирает такие фантастические образы. Это постройки города будущего. Это значит дом здоровья, дом науки, где-то даже пункт Дагаи тут нарисован. То есть женщина думает, женщина переживает, да, и вот женщина по-своему счастлива. Сейчас вот уже договорились, голос разрешил ей небесный отец ей выходить. Голос научил, что, так сказать, я вроде бы представлен, то есть вот происходит такой спектакль, такая игра. Вот я еще раз хочу продемонстрировать вот это понятие, я где-то диаграмму показывал, качество жизни. Мы лечим не голоса, мы лечим не еще что-то, а мы, если у нее качество жизни сейчас хорошее, если она себя ощущает, вот свою миссию нести просвещение вот это космическое людям, то мы ее, так сказать, не применяем никаких препаратов, мы просто поддерживаем. Теперь она ходит к нам, иногда на занятия, пишет вот огромные такие плакаты, россияне, очень жаль, что благоразумия вас там не хватает. Я даже припоминаю, когда я последний раз, да, как-то она меня пригласила, говорит, Владимир Владимирович, приходите ко мне, отметим, чайку попьем. Я говорю, что, 15 лет голосов. Вот подумайте, у вас болит что-то, вы пригласите врача на праздновать, так сказать. Ну, мы не называем, естественно, этой болезнью вот эти голоса. Мы и конфеток поели, эту женщину даже избрали старостой подъезда, и она вывесила плакат. Жители, будьте культурными, будьте более чистыми, не разбрасывайте все на пол, потому что прилетят из космоса и увидят, какие мы грязнули. И вот, понимаете, вот не бросать подъезд, а самый чистый, так сказать, вы в этом доме. То есть вот зачастую, я говорю, вот то, что поражает ум людей с каким-то психиатрическим опытом, надо тоже уметь интегрировать, уметь быть, что ли, гостеприимным. А вот к подобным инновациям, к подобному творчеству, издавна были гостеприимны, что философия, мистика и искусство. Но если современные науки, так сказать, религии, они как бы больше выстраивают рвы и ограждения для развития каких-то паранаук, парасектантских наслоений, то современное искусство чрезвычайно гостеприимно психиатрическому опыту. Оно выполняет роль, когда человек что-то нарисовал, он что-то сбросил, он отдал своеобразных памперсов, если хотите, своеобразных бинтов. Поэтому, так сказать, рисуйте, это всегда помогает человеку. Причем я сейчас вот даже вспомнил, вот если в древних пещерах ведь люди рисуют там бизонов, которые хотят победить еще что-то, то есть вот такое архаическое, магическое мышление позволяет этим людям настроиться на какую-то цель, на какую-то проблему. А графики, которые мы видим, ну я-то вижу только в мужских туалетах, когда подростки рисуют какие-нибудь сценки, это тоже прообраз некой победы, прообраз неких акций, которые они хотят вот совершить. Поэтому вот говорю, с какой точки зрения это все по-своему и психотерапевтично, и вот гиперсексуальность подростков, еще что-то, она хорошо снимается за счет подобных техник. Я попытался вот подать какие-то вот все-таки ранжировать, что несет процесс изучения творчества. Ну, во-первых, это, конечно, диагностика по работе, не по одной работе, но вот я говорю, нельзя приносить одну работу, чтобы ее расшифровать, обязательно нужен автор. По серии рисунков можно выявить его там личностное, социальное, какие-то качества его устремления, его болевые точки, мозоли. Это великолепно работает, кто умеет этим заниматься. Дальше я уже, а у детей, вы же знаете, вот когда мы отдаем детишек в школу, вот они же проверяют степень психического развития, да, то ты там шею можешь рисовать, то уже там кармашки, там складки, там пуговки, значит, дозрело, созрело. Поэтому материал богатейший материал, но психологи используют вот такие стандартные методики, нарисуют там дерево, там несуществующие животные, но можно интерпретировать и любой материал, который рисует и художник, даже профессионал. Вот с этим материалом можно работать, можно коррегировать, можно успокаивать, можно актуализировать, можно в конце концов нарисовать выход из какой-то ситуации. Ведь когда мы о чем-то думаем, чем-то недовольны, то на последних страницах тетради какой-нибудь скучной лекции мы же делаем какие-то зарисовки. А это что? Это бубним мы сами с собой, мы это проработаем. А потом раз, и вот этот диалог тихо сам с собой, и выходит вот какая-то логика, и мы находим какой-то выход из каких-то эсоциальных трудностей. И вот эта коррекционная терапевтическая вещь, она чрезвычайно интересна, и я говорю, что в нашей стране она с каждым годом становится все более какой-то независимой, самостоятельной и уважаемой какой-то специальностью. Но больше всех, вот я в самый большой круг, искусство несет благодаря свою диалоговую роль. Любое искусство коммуникативно, любой посыл, который мы что-то делаем, мастерим, это обязательно обращение, попытка рассказать и о себе, и добиться. Тем более у душевных больных. Вот у душевных больных, вы знаете, есть такой симптом, называется аутизм, называется вот этот уход в собственный мир, свои переживания. Когда тихо сам собой, я веду беседу, когда я что-то бормочу, когда я что-то прорабатываю. И как раз рисунок позволительно, вот этот такой мостик, который вырвется из бездны своих переживаний и сделать вот такой доброжелательный прием, толерантный прием у населения. Поэтому коммуникативная функция, вот она присутствует во всех программах психопрофилактической, вот уже психотерапевтической и психоребилитационной. Ну, реебилитационная чем отличается терапия? Вот если больной с неврозом, там у него какие-то проблемы, действительно, его с помощью рисунка можно и найти первопричину и вылечить, то больной с таким серьезным заболеванием, как шизофрения, там разговор об извлечении, конечно, не идет. Но реабилитировать, поднять его статус в собственных глазах и поднять его статус в глазах окружающего, это можно. Поэтому у нас существует клуб, где мы приходим, чаевничаем, кофеевничаем, рассказываем о заболеваниях, приезжаем иногда в Москву, и вот эта черная, так сказать, обшивка, вот, а-ля тех помостов, которые мы сегодня видим в гараже, это в Москве существовал фантастически интересный музей творчества у царьков. К сожалению, сейчас он уже на Измальдовском бульваре, к сожалению, сейчас он уже, по-моему, года три не работает, закрылся по ряду причин. Так что мы работаем, вот кто-то приносит, я говорю, змеи, я вот эти, всегда спрашиваю, ну, больные, мы все, вот больные, мы здоровые, да мы все одинаковые, вот фобии, наверное, у всех есть, я не знаю, как вы, я змей боялся, например, а вот там один биолог приносит своих змей, так вот я уже их глажу, не боюсь, и вот он меня вылечил. Я говорю, вот это общение с больными, с клиентами, это взаимообогащающий диалог, они чем-то учатся, так сказать, вырастают, и мы учимся у них там преодолевать свои проблемы. Обращаю внимание, что вот наши художники, некоторые дипломы, мы каталоги привозим, вот эти художники, настоящие брюты, они не считают себя художниками, и когда даришь им каталог, они говорят, а зачем это мне, это вы возьмите, вы такой чудаковатый, вот собираете какие-то наши вещи, мы же не художники, это творцы, с другой стороны, мне кажется, это вот настоящее искусство. То есть встречи у нас проходят, мы даже в больницах пытаемся оборудовать какие-то помещения для творчески одаренных людей, но нельзя думать, что все создано в больнице гениально. Нет, у нас такой же выход работ, как вот в кружке при дворце пионеров, кружке при там какой-нибудь дагомоторного завода. Ходят 30 человек, и из них 2-3 человека интересно рисуют остальные, просто поэтому смотреть сейчас при психиатрических больницах множество терапевтических ателье, и смотреть это как кузница каких-то, вот какого-то современного искусства, это тоже миф, такого не существует. Но вот выставка наверху приятная, это Пушкинская, 10, Санкт-Петербург, музей нонконформистского искусства. Вот мы участвуем и в выставке вот здесь, внизу это студенты-иностранцы и в больницах, но выставка, выставки рози. Бывают медицинские, там вот задача, это реабилитационные цели. Второй год прошел блестящий фестиваль, нить Ариадны, но это только вот поддержка, помощь, это вот, ну, красиво-некрасиво, это вот параолимпийские игры. Зачастую интересно принять, вот они, то есть творчество, зачастую интересно принять участие, где искусство ценится не как вот какой-то вот людей, ограниченных своих возможностей. Вот я говорю, в творчестве больные ничем не ограничены. Вот в рисовании, даже в театре. И вот сегодня, так сказать, где-то час назад, вот проводил встречу такой Игорь Неупокоев, театр просодушенных, все его студийцы страдают синдромом Дауна. И они ставят такие фантастические постановки, то есть я говорю, что это не медицина, это высочайшее искусство. В Москве знаю, Андрей Афонин, Круг 2, есть такие, ставят замечательные спектакли. Это, конечно, супер. Ну и изредка мы выезжаем, и вот в прошлом году, это Центр гуманитарного преодоления на Тверском бульваре, вместе с Музеем наивного искусства делали, вот наш дорогой Джеймс Брэд, куратор, вот этого проекта пришел, поэтому мы отобрали какие-то работы, видите, вот это клеенки Катюши, которые висят, и наш замечательный Лобанов, Калякин и прочее, прочее. То есть теперь хотелось бы поговорить вот о мифах, бытовых мифах. Вот я говорю, мифов множество, так сказать, миф, с которым бесполезно и бороться, что там психиатры кого-то залечивают, хотя, к сожалению, большинство болезней таких, которых, несмотря на лечение, мы не можем человеку дать какую-то определенную свободу. Есть мифы, там, все мужики гады, а там блондинки, это еще какие-то, я уж не помню. Такой же миф, вот как на прошлой встрече произойдут все художники безумные. Понимаете, это игра в безумие. Вообще безумие – это страшная вещь, это психоз, это галлюцинации, это бред. Поэтому быть немножко безумным и как немножко беременной – это невозможно. Как немножко трезвенником – это невозможно. Поэтому, но поиграть, вот быть, понимаете, творчество – это не безумие, но некоторые варианты творческого увлечения, творческой страсти, они напоминают такие же навязчивые состояния, как и у наших пациентов. Поэтому игра была, игра есть. И даже, по-моему, в 1999 году «Художественная жизнь» – такой журнал издал тематический номер «Идиотия» как стратегия современного искусства. Очень интересно. То есть, про дорожательство, имитация, она открывает новые горизонты, она, так сказать, не бытия. Но это игры. Это игры маргиналов, но не безумцев. Так, теперь я ко второму перехожу. И вот я уже говорил, что творчество, так сказать, людей непрофессионалов, творчество людей-дилетантов, оно настолько многообразно, стилистически разнообразно, непонятные какие-то там, какой потенции продвинули автора на создание того или другого произведения. И вот современное искусство не любит, чтобы ставили границы, рамки и где-то что-то отшлифовывали, отбивали. Но это крайне искусительно, постараться вот к этому хаосу безумия приблизиться. Я, так сказать, просматривая, изучая массу литературы, вижу, что медики применяют свою сетку, вот рисуют хорошо, вот Машенька нарисовала пейзаж, значит, она там здорова. А нарисовала вот одни палочки, там раскорячки что-то, значит, это глупый там идиот или еще что-то. Идиотия – это наш психиатрический диагноз. Вот. У искусствоведов другие. И вот я с искусствоведом Ирина Риховских, ярославским искусствоведом по современному искусству, мы попытались сделать три, совместить искусствоведческие линейки и вот такие психопатологические, вот этот психиатрический опыт драматургии, вот такого внутреннего и внешнего видения творцом своего бытия. И мы взяли, значит, общепринятые категории, которые называются арт, арбрют, арбрют, вообще по-русски лучше «т» не добавлять, как арнвё, арбрют, без «т». Потом, значит, есть наивное искусство, наив-арт, и между ними у людей, которые занимают позиции полубольной, полуграмотной, полустранной, чудаковатой, вот это творчество маргиналов, куда можно отнести и некоторые образцы спонтанной арт-терапевтической экспрессии. Здесь уж не буду вас, так сказать, зачитывать те или иные особенности, но вот я повторяю, аутсайдеры – это, так сказать, брюты. Вот сначала я продемонстрирую подборку работы арт-бютов. То есть брюты творят монологии, они не рассчитывают на прочтение других людей. Исключение, кстати, Лобанов. Он был не только больной человек, он был глухонемой, поэтому для него это документы разговора для того, чтобы, так сказать, вы увидели, услышали, запрямитель этого маленького человека, там, метр и шестьдесят, вот с небольшим. А в целом они творят вот для себя. Они, я пытался, когда-то был в какой-то стране, и сказали, что вот то, что рисует Лобанов, это архетип русского человека. Вы, мол, агрессивные, милитаристы или прочее, прочее. Вот во французской клинике встретился Андрей Армияр, очень интересный автор, который делает тоже такие пугачи. И, так сказать, он уже в 300 галереях современного искусства представлены его работы. Так что, так сказать, это человек с ружьем, человек – это защитник, это, так сказать, очень емкий образ и не обязательно, не обязательно русский человек. Вот приходилось находить работы даже в 40-х, 50-х годах. То есть это вообще редчайший даже исторический, культурно-исторический материал. Ну вот это уже вот Калякин, который вот здесь представлен, фантастические работы. Вот Калякин как раз вот себя считал огнеградом, победным гладиолусом. То есть природа подарила ему внешность, я его еще помню, студентом, похожим на Иосифа Сталина. Поэтому он писал массу текстов, документов от бога Калякина, от Иосифа Сталина. И вот он говорил, что, так сказать, я самый главнокомандующий силами НАТО и Варшавского договора, но у меня, я не генералиссимусов, их, по-моему, 5 или 6. Он себе присвоил новое воинское звание – огнеград победный гладиолус. Вот вдумайтесь, пожалуйста. Поэтому какие есть болезни? Есть болезни, знаете, склероз, есть там болезнь Альцгеймера. Я бы хотел заболеть той болезнью, когда бы я себе какое-то вот такое звание подарил – огнеград победный гладиолус. И вот здесь вот, видите, самый выдающийся полководец всех народов рисует. Юрий Горшков представлен, был представлен на выставке, вот ежедневные такие зарисовки хмурых больничных будней. Вот Мария Маломашина висит, вот сейчас вот эта работа, питерская художница. Неизвестные художники, вот Алмазов наш, вот Галилея очень нравится. Я говорю, как раз вот эта женщина, она стыдилась, что я домогался до нее вот с какими-то сертификатами, с какими-то бумагами о номинациях, участиях в каких-то выставках. Да нет, вы говорите, это ж, это такая маля, это мои попытки разгадать вот бджио этого мира. И вот эти работы, ну чем они привлекают? Вот понимаете, привлекают и своей амбивалентностью. Амбивалентность – это двойственность. Вот когда мы смотрим на эту работу, она, несомненно, если вы были на выставке, привлечет ваше внимание, вроде какая-то благость, вроде какая-то не то матрешка, не то икона, еще что-то. А вы посмотрите, глаза-то не смеются, глаза-то обращены не во внешний мир, а во внутренний мир. На шее какой-то там рубец, здесь какой-то аппарат. Вот часто душевная болезнь сопряжена с таким состоянием, как насильственное. Вот ты подвержен чему-то, ты раб каких-то вот страстей, каких-то голосов и выполняй. Даже на уровне груди, на уровне соска, и то там прицеплен какой-нибудь датчик, там детектор или еще что-то, который тебя ведет. То есть вот работы больных очень амбивалентны, то есть неоднозначны. У них мышление вот такое паралогическое, я говорю, они расчесаны, позволяют им создать произведения, которые, ну, на то привлекают внимание посетителей. Ну, у нас есть работы и зарубежных авторов. Вот работа Джорджина Ху, где-то у меня и около 12. Работа на чем выполнена? На туалетной бумаге. Это еще до Шенгенского соглашения. Это вот, видите, 5 французских крон, она на туалетной бумаге рисует денежные знаки, ассигнации и расплачивается с медперсоналом. Ты мне хорошо укол сделал, вот тебе 5 франков. Клизму хорошо поставила, там, 50 франков или так далее, и так далее. Вот, вот это творчество, вот оно рожденное, так сказать, из простоты. Вот оно, но оно, вот понимаете, оно не хамелеонское, оно не под кого-то работает, вот оно именно под себя, вот это брутальное творчество, вот творчество неких таких затворников. Вот это уже маргиналы, которые, так сказать, хорошо адаптированы в социуме. Вот, я говорю, Катюша уже и староста дома, Катюша уже и выходит, Катюша уже и персональные выставки имеет в нашей стране, другие вот представители. Вот, опять же, мышление, вот этот Владимир, он какое-то время аваро, всегда ним жил и в Москве, но пришел к мысли, что Владимиры должны жить в городе Владимире. И вот он приехал, сдался в местную психобольницу, там раскрашивает, так сказать, интерьеры и рисует свои, по-своему, интересные работы. Опять же, мы говорим о признании, вот наших художников, вот таких брутальных, а брутально это я лучше извините, слово употребляемую, а не расшифровал. Брутально обозначает это вот такое первозданное, грубое, не... вот сырое искусство, есть французский термин crew art, и вот журнал Raw Vision, сырое искусство, не приготовленное с помощью культуры. И вот первые работы Владимира Шибаева были просто восхитительны, но потом он узнал вот аплодисменты зрителей, узнал, что такое признание, узнал, что такое стоимость его работ, и стал угождать, его работы перестали интересовать коллекционеров, и, в общем-то, там, по-моему, интересуют больше врачей, больше обывателей, но вот как раз первая серия этих работ вот наших авторов, она бывает и наиболее замечательна. Вот я говорю, чудак Андрей Вавилов, и уже и фильмы создаем об этом авторе, тоже представлен, вот живет одиноко в огромном доме, один, питается там не то шишками, не то там какой-то шиповником там пережевывает, вот, размышляет о синхофазотронах, рисует, что-то делает, говорит, счастливый человек, по-своему счастливый человек, так сказать, другая маргинальная личность, вот, я посещаю их по домам, фотографирую, приглашаю, причем мне очень нравится, так сказать, вот это мой друг, который, слава богу, и у психиатров-то не было, и вот когда мы проводим какие-то совместные акции, нездоровый, нездоровый, но вот в Германии есть такое слово даже «дикий», то есть убежавший от психиатров, вот, его никто не поймал, ну, не поймали, ну, кому-то нужен, ладно, вот, так что вот, ну, с другой стороны, заболит коленка, заболит там зуб, еще что-то, нужна же страховка, ну, нужна же какая-то социализация, поэтому с каждым по-разному мы работаем. Вот бразильянка Мариэл Пелози, вот сейчас очень-очень известный автор «Большие каталоги» выходит, бывший хиппи, вот, бабушка Марда Грюненвальд с 10-го года, вот, рисует, так сказать, танцевать уже не может, петь не может, вот в Бельгии рисует, вот, подобная работа. Мишель Неджар, француз, ну, это, это уже, конечно, в центре Помпиду, так сказать, вот его работы висят, и вот работы есть и в нашей коллекции, то есть я говорю, что у нас коллекция не психиатрическая, у нас коллекция людей, вот, под неким градусом, вот, такого психиатрического опыта своеобразного видения, но людей, имеющих большое признание. Вот, вот опять Галина Корзина, вот эти прекрасные работы сделаны на громадных, это что-то около метра, на метр на какой-то бумаге, которая попалась там скомканная, вот техническая, вот этот серый волк, Иван Царевич на сером волке, вот, а уже когда выходит из, вот, из такого состояния, вот, работы уже рисует, вот, такие наивные, но не столь выразительные, не столь обычные, но, по-своему, вот, интересные. Миркин здесь был представлен, и вот, я любуюсь, вот, Андрей и Джеймсу Бретто очень нравится Андрей Цинбал, то есть человек родом из Узбекистана, воспитанных на индийских фильмах, где добро побеждает зло, получившись биологическое образование, и вот сейчас он любит и травушку, и муравушку, и животных, и птичек, и вот эта вся дружба, мир, и тут и серп, и молот, и православные кресты, и мусульманские, все, все дружат, вот, человек так своим творчеством гармонизирует, вот, этот мир. Вот, понимаете, когда, вот, я читаю лекцию, я все-таки даже сейчас вот собой недоволен, потому что я рассказываю не картину, а я перехожу на биографии, я перехожу, как бы, на профессии вот этих творцов, я перехожу, может быть, на такую вот под юбку, так сказать, анамнеза, залезаю вот в данных авторов. Может быть, это и не очень хорошо, но я понимаю, что мы собрались с тех, кто хотят познать какие-то критерии вот подобного искусства, и если бы у вас был опыт, у кого-то, несомненно, есть вот аутсайдерского, вот этого брутального творчества, мы бы могли побольше говорить о творчестве, но здесь приходится и рассказывать ей некоторые биографии. И вот московский художник Михаил Карара, вот, так сказать, вот рисует такие тоже фантастические полотна, человек живет без паспорта, говорит, а зачем в Москве нам паспорт? Ну, наверное, у вас свои законы, я думаю. Вот, ну, очень интересно. Вот художница Наталья Каспирович очень в художественных салонах, арт-манеж, выставляет свои большие работы, ну, и, наконец, вот, к сожалению, ушел из жизни где-то неделю назад Василий Арманенков. Вот, был у него дома, вот он, вот целая стена из московской коллекции Алексея Турчина. Вот как раз он каждым своим маркером, карандашиком процарапал арголит и делал свои вот такие работы. Ну, вот, я говорю, что иногда активные врачи берут на себя какие-то менеджерские функции, и вот там в Финляндии, вот, они даже оборудовали арт-отелье, где вот рисуют, эти люди творят, и потом эти работы пытаются пристраивать, продавать. Тоже интересно. Но здесь, понимаете, творчество уже обучено, уже есть арт-терапевты, педагоги, которые научают. Это хорошо, это плохо, а нам больше нравится, когда все искать. Ну и, наконец, наивное искусство. Самый великолепный мастер, вот, и ему сделано центральное место. Это вот у него, этот Павел Леонов был у него в гостях, вот, в Ивановской губернии. Вот такие работы мы имеем. Это, конечно, опять же, не считал себя особо художником, он считал себя изобретателем. Он строил вот такие макеты будущего советского прошлого. Кстати, вот наивные художники, они, в отличие от брютов, если брюта хватает, то, что лежит под рукой и сразу рисует, они, вот, это уже люди пожилого возраста, они хотят как, рисовать как настоящие художники. Поэтому холст, масло, все серьезное. Когда холста нет, он берет мешки из-под зерен, натягивает и рисует на нем. Вот, вообще, конечно, наивные художники интересны, когда с возрастом, потому что происходят вот такие и потери, кто-то уже ишел из жизни, и какая-то мудрость, и какие-то ценности. Но, с другой стороны, если говорить и медицину, возраст, по крайней мере, все вы знаете, что такое это за состояние склероз. И, по-моему, Фаина Раневская говорила, что склероз вылечить нельзя, но его можно просто позабыть. Вот, поэтому вот и наивные художники, они чаще всего у нас есть такое правило Рябу-Корсакова, они улетают не в будущее, не в фантазийные миры, а возвращаются в прошлое. Раньше и вода была сладче, сахар сладче, вода мокрее, девки моложе, и, так сказать, вот им нравится вот рисовать эти работы. Алексей Кондратенко, московский художник великолепный. Ну, и вот Антонина Пыжова, которая тут чрезмерно, я, так сказать, с интересом, но с опаской, так сказать, заглянул в ее работы. Вот такая избыточная сексуальность. Ну, так сказать, почему? Значит, видимо, это тоже имеет место, потому что с возрастом, когда силы человека оставляют, там происходит компенсация таким механизмом защиты. Вот сублимация, фантазирование, проекция, компенсация и прочее, прочее. Чем человек не везет мне в картах, повезет в любви, повезет в искусстве. Не в этом, так в другом, поэтому вот эти художники интересны. И опять вот художники Скирова из Вятки, Андрей Калеватов. Наивный художник, несмотря на психиатрический опыт, здесь нет ничего психопатологического. Поэтому хочу сказать, что вот проходным-то билетом для попадания в какую-то коллекцию, в какую-то экспозицию является не наличие какой-то биологической стигмы, которая там есть. У меня там алкоголизм, у меня там МДП, там еще что-то. А именно вот художественная оригинальность искренне с данным художником. Ну и вот я езжу иногда по деревням, по весям художников, дома художников. Сразу видно вот таких, которые они делают. И вот печь там оформляют и рисуют какие-то вот работы. И вот напоследок еще раз вот ставлю три категории арт-блюд, marginal арт и вот наив арт. В 1972 году английский арт-критик Ружек Кардинал пытался дать англоязычный аналог арт-блюд, потому что арт-блюд где-то введен в 1949 году французским художником и коллекционером Жаном Дюбефе. И Жан Дюбефе был чрезвычайно ревнив к своему названию, которое он придумал. И когда другие французы организовали подобные коллекции и говорили вот тоже арт-блюд, он говорит нет, нет. Поэтому родились названия сингулярное искусство, особое искусство, свободное искусство. Вот я говорю, вот у москвичей термин, потустороннее, искусство посторонних. У нас иное искусство, у Джейнса Бретта искусство всего, но самое-то главное, это оригинальные вещи, искусство вот самоучек. Но вот Ксения Богемская, я уже говорил, и искусствовед, она считает, что российские, так сказать, наивные художники, они все являются по-своему аутсайдерами, потому что вот и страна у нас была особая, так сказать, огороженная от других культурных событий вот таким, такой стеной. Ну и как-то такой самостийный путь постижения истины у русских наивов вполне позволяет их назвать художниками-аутсайдерами. Вот это, значит, Александр Павлович Лобанов, озвученное видение, он часто на картинах писал слово на графике видения. Е, конечно, на конце. Вот мы, это наша гордость. Вот и самая большая выставка, это вот в Лазанье коллекция. В Лазанье была сейчас как раз, уже существует 70-х годов, вот коллекция вот Жана Дебюфе. Вот видите, в учебниках по искусству разбирается этот случай ошибочных суждений. Когда Дебюфе создал вот такую коллекцию странного искусства всего, он вышел в министерство Франции и пытался подарить Франции вот эти работы. Они сказали, это не искусство, это китч, еще что-то. И Жан Дебюфе должен поехать в франкоязычную часть Швейцарии в Лазанье, чтобы открыть вот этот материал. Сейчас кто-то французы кусают локти, что вот уникальная коллекция ушла в другие вот места. И вот просто эта встреча, это Мишель Товоз, хранитель коллекции. Вот русскоязычная книга очень шикарная есть по данному искусству. И творчество Лобанова определить очень сложно, потому что он работы не подписывал, он не понимал, не осознавал ход событий, он был глухонемой. Но вот вначале мы обратили внимание, в его работах все-таки по десятилетиям распределили. Где-то был протестный период, его сдали в секретарь, в больницу мать, потому что он не удерживался дома, и он активно протестовал, и он на его, видите, работах орлы нападают, кабаны нападают. В общем, охотники терпят фиаско, и то есть это было созвучно с его жизненной трагедией. Вот трагедия борьбы, и дальше стал он изобретать вот такую винтовку Мосина, продолжать. И видите, ее вот этой винтовкой в самых необычных конструкциях, соединениях, гибридах, там, с чайником, там, с саблями он начал исполнять. То есть винтовка вот для этого маленького, небольшого человека, это, естественно, был предмет не нападения, а предмет охраны своего внутреннего мира, и предмет такой безотказности работы, что вот это не подведет. Вот интересны два леска, которые, вот считаем мы, что где-то разница между ними 30 лет. Вот наверху листок черно-белый, когда его мама, вот видите, это все-таки юбка, такая мужикоподобная фигура, вынуждена сдать его психиатрическую клинику, потому что ей не совладать с активностью такого вот мычащего, неговорящего, не всего понимающего паренька, и вот протестует, он стреляет психиатром. Прошло 30 лет, он уже осознал, он уже понял, что мать не права, была на стороне как бы врачей, и уже вот такой веселенький рисунок фломастером и рисует, где мать отодвигает. Вот, пожалуйста, диагностическая ценность рисунка, вот что происходит в душе этого человека. Почему Сталин? Так как он был глухонемой, он, так сказать, не понимал никаких формулировок, а вот эта фраза «Сталин – отец народов», всех, а тем более его родная мать сдала в клинику, поэтому Сталин для него был, так сказать, вот какой-то фигурой близко, типа барин приедет, рассудит, поможет, и вот даже на одном из коллажей он себя расположил вместе со Сталином. То есть Сталина посадил на диковинное животное, вот, видимо, это олень, себя рядом с ним. Но дальше он уже осознавал ход, осознавал величие Сталина и, так сказать, рядом себя никогда не ставил. Вот. Дальше происходит 70-е годы, вот образ становления «я-образа», часто появляются двойники, маленький мальчик, здоровый мужчина здесь, два, то есть на кого, на кого быть похожим. Он нарисовал вот воображаемые страны, гербы, где он будет. Вот интересна серия «Пограничник», то есть вот на первых рисунках он рисовал себя, вот это похоже и на русский тере, и на букву там «Я», в конце концов, и на замочную скважину «Заграница» называлась, вот именно вот эта маргинальная часть, что там происходит. В дальнейшем у него уже появились какие-то часовые, их уже стало больше, 4-5. Вот непонятно, как в то время, кто кого охраняет, но вот он как-то начинает уважать себя. Часто он рисовал, на листов не хватало, поэтому на портретах, которые, так сказать, в большом количестве раздавались, вот тут видите шпионы с крепким телом, там шпионки появляются, бойтесь там, и на обратной стороне он рисовал свои патриотические вещи. У него был друг, водитель больничной машины, который вывозил в город и вот позволял вот фотографироваться в фотоателье. Вот в прошлом году мы нашли друга, вот он с винтовкой, с оружием, и он, так сказать, приучил его, приучил его к фетишу, так сказать, к уважению такого огнестрельного оружия. С другой стороны, мне кажется, Лобанов был, может быть, как пятница у Робинзона Круза, когда Робинзон Круза выстрел, вот этот взрыв, это же небожитель, это же такие какие-то особые возможности, и он, конечно, вот полюбил вот эту тему. Дальше, мне кажется, Александр Павлович уже больше у нас претендует на роль изобретателя, потому что он, вот видите, он пишет Сталин, это не просто с каким-то фотоаппаратом, гиперболоидом, Сталин в наушниках, а он же был глухонемой, поэтому для глухонемого наушники это особой какой-то функцией обладали, сверхвидение, сверх знаний. И вот он пишет ему письма, очень наивные, в рисунках, в таких пиктограммах, что вот надо винтовки-то, ружья-то делать, вот именно двузатворное, иначе, как пишет, у нас нифига не получится. Вот она очень такая. Он не знал, кто такие фашисты, он не знал, но он понимал, что какие-то враги, какое-то что-то происходит, и вот, так сказать, рисует Сталина и Ленина, он в то же время и больницы все в 60-е, 70-е годы были расклеены политическими вождями, поэтому, так сказать, это уважение он к этим людям дарил вот такие знаки внимания, как ружья. Сегодня наши больницы расклеены иконами, и вот у меня такая мысль, что доживем до сегодняшнего времени, может быть, он и в какие-нибудь сакральные фигуры вложил бы, так сказать, свою самую изобретенную технику, он бы подарил, то есть это максимум, что он может. Вот видите, какие револьверы сюрреалистические, домики, вот такой Александр Павлович. Тут уже парадные автопортреты, я говорил, что он создает, так сказать, интересно все, интересно даже, вот когда мы здесь, вот в этой книге писали статьи, я, например, одну статью я писал с историком, специалистом по периоду Сталина, вот как он, Александр Павлович, мог воспринимать ситуацию. Одна статья написана со специалистом про путец глухонемыми, психологом, другая статья с оружием, мастером написана, то есть вот тут не должно быть однозначных каких-то вот подходов и гипотезов, мифов, которые мы должны подарить, нет, надо очень тщательно разглядывать. И когда я разложил вот где-то вот этих фотографий 600 Александра Павловича Лобанова, которые он сделал за свою жизнь, где-то за 35 раз посещение вот фотосалона, я посмотрел, там, вы понимаете, это как колоды, но здесь нет вот каких-то слабых позиций, слабого человека, все карты козырные, там, тузы да короли, вот так себя Лобанов, то есть он из преследуемого превратился вот уже в уважаемого такого вот человека и вот такой фантазийный мир он открывает. То есть я уже последней вот работа его и по сути дела вот он уже рисует это как бы копия, наверное, ассоциаций вот с портретов там дворян там 18 века, где-то они в своих парадных одеждах. Также Александр Павлович вот у своего какой-то этажерки или камня, который он не знает, что такое смерть, он не знает, что такое, так сказать, уход из жизни, он рисует свой, свое изобретение, которому посвятил всю жизнь, а что это такое? Крест, фаллический символ, но он-то считает, конечно, что это ружье, прежде всего, царь-винтовка, которую он изобрел, вот, ну, животное, потому что, конечно, животное больше понимает этих людей, чем глухонемых, чем обычные люди, и вот здесь даже он себя посвятил и в ряд наших героев там внес и свой портрет, это, конечно, максимальная степень уважения. Ну и в последний уже период творчества он начал, вернулся опять к маленьким работам, уже рамки теряют там аккуратность, становятся не столь каллиграфичны, как раньше, он с удовольствием покупает, не покупая, я ему привожу вот эти журналы, где он вписывает свое имя, вот видите, Лобанов, Лобанов, это хорошо, то есть он доволен, вот это последние годы мы попросили его встать в рамку, вот последней работы, он уже заслужил быть центром внимания, видите, уже почетный караул у его изобретения. Вот, наверное, Лобанов, мне кажется, последние годы решил себя демобилизовать, он из военного, из пограничника, из защитника, он ушел в егеря, наверное, просто вот своего внутреннего мира, где пташки, птички, травушки, и все живет в мире и в гармонии. И вот по поводу Александра Павловича мы проводим просветительную работу, вот читаем лекции, мы издаем книги, и вот канал Культура в прошлом году выпустил фильм, вот мы надеемся, вот-вот он выйдет на экраны телевизоров. Есть какие-то зарубежные фильмы делаем, но вот я уже, в принципе, то, что хотел, я рассказал, быстренько пробежал, вот такое многообразие материала, и вот если есть вопросы, я, может быть, постараюсь ответить. Последний раз, когда здесь выступал на лекции Джеймс Бретта и Леонид Тишков, наш художник современный, было такое высказывание, так вот вы уедете, в Лондон увезете, так больше-то, где больше вот самодеятельным художникам найти себя, где какое-то пристанище, какую-то поддержку, потому что получается, если у современных художников там продюсеры, то, так сказать, здесь галеристы, то здесь зачастую врачи помогают в данной деятельности. Но я хочу сказать, что в Москве есть и музей наивного искусства, где-то вот направление там Перова, по-моему, да, вот там проводится и фестиваль наивного и уцайдерского искусства, и даже вот Дэвидс Гэллери есть галерея наивного и уцайдерского искусства в Москве. И, так сказать, есть хозяйка Елена Бобросова великолепна, и, так сказать, кто хочет как-то помочь адаптации этих людей, или же их творчество, не медицинские цели, а художественное показать, то, пожалуйста, можете обращаться и к нам, можете обращаться и вот по тем адресам, которые я назвал. Есть любители, есть почитатели, есть ценители данного искусства. Все, спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова